Летняя подкова. В Новочебоксарске прошел фестиваль конного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. О плюсах ипотерапии в нашем материале. Вы ходите, вы здесь 5 секунд останавливаетесь, идете круг, потом вот эти зигзаги, а потом сюда на финиш. На первый взгляд задание кажется несложным. Сесть на коня и аккуратно пройти через барьеры. С ним справится любой опытный наездник. Но для сегодняшних участников это настоящее испытание. Многие даже ходят с трудом. Вольт, Змейка, Ковалетия. Эти элементы участники старались выполнить максимально чисто. Кто сам, а кто при помощи взрослых. Показать себя приехали около 100 ребят из разных регионов по Волжье. Я сегодня не приезжал, думаю, приеду хорошо. Я проехал и очень жду, что мои результаты будут лучшими. Эти соревнования – часть ипотерапии. Многие ребята на коне не один месяц. Маленькая Юля из Ульяновской области ездит верхом два года. Первый день, конечно, испугалась. Но меня все-таки посадили, только со мной сидели, инструктор сидел. А потом, когда я уже поняла, насколько это страшно или не страшно, уже все. Инструктор ушел, и я поехала одна в первый день. А потом на следующий день уже было не очень страшно. Все лошади, можно сказать, разные. У одной такой характер, у другой такой. Ну, Маришка моя самая любимая лошадь. Определенный рост, крепкое телосложение, дружелюбный и терпеливый характер. Идеальное описание лошади для ипотерапии. Детки, когда садятся на лошадь, они начинают, у них координация движений появляется. Это любовь к лошади, также забота к ней. Когда они прикасаются, это уже чувство контакта. Абсолютно по-другому начинают детки реагировать. Начинаются мышцы, абсолютно другие работают. Такое средство реабилитации дает удивительные результаты. Два года ребеночек не мог сидеть самостоятельно, подушки подкладывались. И в процессе работы через пять месяцев появились четкие, ясные слова, чего не было. А на седьмом месяце ребенок шагает самостоятельно, без поддержки. Это для нас было счастьем, чудом. Среди участников проигравших нет. Преодолеть себя и свои страхи, сесть в седло и тем самым поверить в собственные силы – это уже большая победа.